Свой фильм прислала Оля Фоминых. Она проживает в городе Киров. В Кировской области. Ну, город Киров, это старинный город. И много осталось интересных улиц еще сто лет давности. Вот так он выглядит. И есть что посмотреть. Много исторических памятников. И вот смотрите, Оля Фоминых. Мастер, который занимается не только арбитоном, но она занимается прикладным творчеством. В городе много таких скульптур. Ну, вот посмотрите сейчас, что Оля делает конфеты. Она в кондитерской работе. Вот такие торты. И там, не знаю, или сувенирный магазин. То есть там много интересных вещей. Как работы не только съедобные, как вот эти конфеты. Ну, еще есть работы с гипса, с алебастра, с глины. И вот все это позволяет Оле заниматься и арбитоном. Это вот такие торты на Новый год, вотчина Деда Мороза. И смотрите, какие объемные работы. А это вот после маленьких работ Оля еще и делает такие гипсовые работы, которые и расписанные, и играют, вот видите, интерьером. А это вот гипсовые, будем говорить, не с гипса, а с глины работы, которые потом расписываются и получается как сувенир. То есть есть у Оли база, основа. Она является художником и у ней есть желание заниматься творчеством. Это очень хорошо, когда есть фундамент и база, основа. Это позволяет делать работу любой сложности. Смотрите, какие интересные матрешки. Это уже как бы национальное такое творчество. То есть еще на Дарине Руси все эти матрешки делались. А это, смотрите, какой торт Охотник, который в 60 лет. Ну, я думаю, торт как там только. Торт точно съели, но Охотник непонятно. А это вот такие вот торты на Новый год, которые делает этот мастер. Смотрите, он не просто торт, а 3D сделан. Ну, вот как бы наигравшись в сладкое, и там в торты, и в гипсовые работы, Оля Фоминых решила сделать серьезную работу. И сделать вот такой вот, ну, как бы светильник, дерево-светильник. И смотрите подробный вот мастер-класс, как варился каркас. Ну, многие ветки, вот эти мелкие, Оля варила сама, а серьезно там тяжелые работы Оле помогала семья. Оля замужем, у нее и муж, и два сына, и дед есть, которые помогают ей во всем. Вот видите, каркас сделанный с жестких таких труб, а потом фундамент, и как бы жесткость идет за счет профилей. Ну, и потом бетон укрепляет, дальше усиливает это дерево. Это дерево. Дерево, оно пустотелое, и вот видно, как Оля сама варит конструкцию. Ну, говорит, всей семьей они участвуют, ее семья поддерживает. Это круто, когда семья поддерживает. И у Оля свой дом, дача, где она его благоустраивает. Ну, вот смотрите, как вот выглядит работа. Это вот, ну, сделанный фундамент, и видите, жесткие профиля, которые, ну, как бы позволяют не монолитить полностью это дерево. Ну, дерево не несет больших нагрузок. Это просто дерево-светильник. Ну, если внутри грамотно сделать, оно будет стоять, и ничего страшного не будет. Это не исущее там перекрытие. Это просто дерево, которое с бетона держит саму себя. Ну, и дерево еще усложнено тем, что вот, как и делось лицо, и вот здесь и птичка, лили-ли-ли-то совушка, которое тоже играет роль. И вот так вот это идет, правда. И смотрите, здесь как все подробно. И вот, как бы, моря сама с Венешинским импульсом. То есть, этот фортоп и глины уже едут в жопу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот такие работы делает Оля у себя во дворе. И Оля есть свой канал. Он только начинает набирать силы. Ну, у Оли очень много в своей работе, я думаю, она будет снимать. И как и так, если я могу, ладно, он или артистом для оформления своего участка. Так что, думаю, канал будет нарастить и набирать популярность. Если кому интересно, по ссылке в описании, можете зайти на этот канал и написать напрямую о том, что у вас интересует. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.